Народ туда приезжает разный, и пешком приходит, и на велосипедах. Вот приезжают на Вингов, как земляк Саня приехал, третий день тут пасут. То есть, как бы, ну что сказать. Комсомольчане отстаивают свой город, борются. Вот сейчас я попробую зайти повыше, заснять за работой. Вот он пошел, транспортер плавающий с МЧС, искать чего-то там. Здесь он зыбучий, я у него встаю, он проваливает. Радует то, что хотя бы солдаты не жалуются на плохое питание. Хотя бы эту проблему не жалуются на плохое питание. Ну, известно. Просто солдату всегда хочется сожрать в армии. Нота того, чтобы все стало хорошо, пока еще полметра. Плюс ветер бьет сейчас. Волна вот, видно какая. То есть, она дает еще сантиметров 30-40. И подмывает, самое главное. То есть, усиление, она идет по течению Амура. То есть, соответственно, количество уносимого песка и грунта увеличивается. Ну, собственно, Амур никогда не был спокойной, тихой речушкой. Это великая русская река. Поэтому тут и хорошие штормы на Амуре бывают. Когда на маленьких лодках, рисково вообще выходить. Тем более на резиновых. Вот слева Амур. Справа озеро Омылки. Можно оценить размер озера. Из маленькой лужи глубиной по пояс. Сейчас... Огромное море такое. Небольшое превратилось. Водохранилище. На той стороне ухлебная дорога. Ну, если так получится. Увеличить. То есть там тоже станция сортировка. Подтапливается. Сейчас там тоже подымают. Нафиг. Дорога на Хабаровск. Жанр документальной съемки как бы с колес не предполагает. Там штативов, чего-то еще. Ну, на это и время не просто нет. Потому что это все делается в свободное от работы время. Для тех людей, кто хочет знать реальную ситуацию. Как бы не ради там выпендрижа. Ну, кто меня ругает, я скажу, ребята, я в свое время отдал местному комсомольскому телевидению. Четыре года почти. Еще полтора года радиопередатчиком. Поэтому не надо меня учить, как снимать. Какие жанры. Поэтому у вас просто... Времени проведенного в аппаратных валах. Моя задача. Показать, что тут творится. Ну, поскольку это мой личный как бы канал. Я волен высказывать свое мнение о том, что я думаю. Тем более, что я житель этого региона, города. Это меня как бы касается. Ну, и я считаю, что свою задачу по информированию я выполняю лучше, чем хабаровское телевидение. Потому что местного телевидения реального в комсомольске нет. И вот тот же мэр, и тот же губернатор, и Шаев тогда он был. Они его уничтожили. Так я стал безработным, кстати. Ну, в данном случае у меня ничего лишнего. Вот Андреевский флаг. Это, наверное, морячки работают с нашего учебного центра. Ну, пожалуй, на этом плане я и закончу. Россия будет. Комсомольск будет стоять. Мы победим, короче. Без вопросов. И с Амуром договоримся. Продолжение следует.